Всем привет, друзья! Сегодня приехали за своим заказом в Фаберлике. Пришло мое платье. Надеюсь, что пришло. Вообще смс-ка была. Что-то в заказах не вижу. Такое ощущение, что как будто мы уже получили его. Хотя мы его еще не получали. Саша пошел, надеюсь, сейчас заберет. И там еще кое-какие дела нам надо поделать сегодня. Вот снег. У нас опять похолодание в Иркутск пришло. Ну и к нам, конечно. Такая слякоть, грязь опять. Все грязные. Но ничего, надеюсь, скоро отмоемся все. Тепло придет окончательно к нам. У нас всегда так бывает. То резко тепло, то потом резко холодно. Резко континентальный такой климат у нас. Семочка только проснулся сейчас. Вот по тягушке. О, есть мое платье. Хорошо, что не отправили обратно. То мы долго не могли забрать ее. Так, друзья, ездим. Мы сейчас по Иркутску ищем стол. Для Ванюши надо. И для мальчишек. У них не хватает стола. Короче, вот мы приехали в дом мебели. Погода, конечно, сегодня. Так, мы много поделали всяких разных еще дел. И все, поснимаешь. Так, пойдемте быстрее. Снег. В общем, что получится поснимать, то поснимаем сегодня. В общем, ищем какие-то парты или столы или что-то. У Ванюши завтра тоже школа начинается. Идет он на подготовку в первый класс. На два месяца вроде бы будет все это. Так что мы сейчас тоже нужно где-то заниматься. Будем сейчас смотреть. Тоже знакомое место. Мы здесь часто бываем. Ищем что-нибудь, если когда сюда обязательно заходим. Здесь недорогая мебель. Была, по крайней мере. Сейчас неизвестно. Сейчас посмотрим. Симпатичный, да? Это полочка не от него, если ты смотришь. Это отдельно. Ну, цены вот. Такие вот. Ну, много-много тут мебели. Ну, что-то все остальное. Дороговато. Пойдем смотреть. Вот есть за три. Но он компьютерный такой. Тоже, когда кровати мы искали, здесь смотрели. Примерно вот такой вот. 4 600. Ой, тут еще бы втеснуться. О, какой большой. Офис наибольший. Что, там ничего нету? Что? Ой, что тут? Это все. Вот. Такой только маленький. Стало это все, что есть, да? Истинные, да? Ой, блин. Ну, тогда можно все. Короче, тут не нашли то, что надо. Который недорогой, маленький сильно. Остальные дорогие, а нам два надо. Будем еще искать. Но если уж ничего не найдем, то потом. Саш, пошли нам. Куда нам? Так, идем по судоцентр. Пока по пути тут. Чтоб потом не заезжать. Хочу два кувшина сейчас найти. Стеклянных под морсы. А то как праздники, так некуда сок перелить. Морсик навести, компотик перелить. Ой, как здесь скользко. Чуть не укопалась. Идем. Так, друзья. В общем, вот всевозможные кувшинчики. Цены разные. Я сначала вот эти вот посмотрела. Но здесь все-таки начала сомневаться. Какие лучше взять-то? Чтобы вместительный был. Смотрите, друзья, какой еще есть кувшинчик с такой вот крышкой, где вот ягодка сразу там будет оставаться. В принципе, тоже оригинально, но маловато, маловато. Вот на два литра. Нам-то побольше как бы хотелось-то. Один и три литра. Посмотрите. В общем, понравился мне вот такой кувшинчик. Два возьму таких. И нормально будет. Это получается что? Один и шесть литра. Все, едем на кассу. Так, сейчас упакуем все. Нашли коробочку. Тут много коробок. Можно какую-нибудь взять. Не знаю. Сейчас влезет нет. Тут была какая-то бумага. Я хочу проложить. Немножко между ними. У нас еще бонусы тут подкопились. Короче, на 500 рублей вышло с небольшим. Ну, в общем, вот так вот здесь поместилось. Все. Давай, все, убери и я возьму кувшин. Дорогие друзья, познакомьтесь с нашим новым жителем. Его зовут Чарли. Это мы его сегодня привезли с Иркутска. Уже не было времени снимать, как покупали, как что выбирали. Это такой подарок для Лизы. Она попросила сегодня его привезти. Хоть у нее день рождения немножко попозже, но подарочек приехал сегодня. Это волнистый попугайчик. Это мальчик у нас, получается, ему 8 месяцев. Вот, мы ему уже корм насыпали. Так, вот такая коробочка. В эту коробочку можно фрукты положить и водичка. Чистая каждый день должна быть. Вот. Он еще, конечно, привыкает. Пару часов уже тут находится у нас. Пока еще никаких звуков особых таких не слышали от него. Ну, какое-то такое чуть-чуть кряканье какое-то щебетание, в общем. Нам сказал продавец, что вроде бы он может до 200 слов, ну, можно с ним выучить. Не знаю, правда это или нет. У нас такой первый опыт попугайчик. Вот, в клеточке на столе тут у Лизы. А, стоит. Думаю, что такое звенит эта вот эта штучка у него там. Короче, нам сказали, что можно будет его выпускать, по дому полетать, ну, где-то по комнате. Но так как у нас котик-барсик, поэтому мы пока не знаем, как это все сработает. Если где-то только в комнате, допустим, здесь у девочек его выпустить, но кота сюда не пускать. Кот, конечно, уже познакомился, зашел, уже залез тут и на клетку, и чуть не под клетку. Везде пытался найти какой-то вход к новому жильцу. Вот. Чарли. Или Ричи хотели назвать, ну, вот, или Чарли. Сказали, что нужно, чтобы была буква Ч и буква Р. Вроде бы попугай воспринимает эти две буквы очень хорошо. Ну, как бы слышит свое имя. Хотели девочку сначала, но потом нам посоветовали, если разговаривать, говорит, надо, чтобы мальчик был. Ну, может быть, девочки тоже разговаривают, но вот мальчики вроде бы больше. Посмотрим. Пока он только осваивается. Витамины еще. Лиза, подай, пожалуйста. Вот такие вот витамины и корм дай сюда. Это нам сказали, что его... Так, вот эти, в общем, витамины нужно будет смешивать с кормом. Ну, она говорит, подсыпать. Мы спросили, Саша, а можно просто в какой-то отдельной посуде все смешать, высыпать, все перемешать. И его просто кормить. Она сказала, что можно. Ну, вот мы еще витаминки не давали. Просто мы приехали, налили водичку и корм. Значит, у нас так тебя обратно, пока тут в комнате все переменится у Лизы. Ну, тебе нравится? Это что, Рича? Вот вы, Саша. Пока Зуха пошла, да? Пока Зуха пошла. Вот, короче, такие дела. Мы сейчас пойдем с Ванюшей быстренько брючки, подошьем. Завтра ему в школу, в первый класс, подготовка каждую субботу будет в течение двух месяцев. Так что я сейчас заскочила быстренько вам показать. Девчонки будут укладываться. Мы сейчас с Ванюшей тоже подмерим, они пойдут спать, а я подглажу штаны. У меня специальная лента есть, в которой можно будет подвернуть штанишки и под нужный размер подогнать ему. Так что все, ладно, мы с тобой познакомились, друг. О, тимойца, красавчик. Хотели голубчиком назвать сначала, как из мультфильма Рио, но там он же голубенький был, а этот зелененький такой, салатовый он. Он тоже красивый очень. Ну, ладно, Чарли тоже хорошо. Лишний раз букву Р выговаривать нашей семье будет полезно. Так, друзья, одели мы Ванюшу, я просто хотела показать, обещала вам школьную вот форму. Ребята, подождите, тише, повернись, Ванюш, маленько. Покрутись. Сейчас я все поглажу ему, потому что все, видите, мятая. Вот, туфельки у нас были одни, одни мы купили. Сейчас покажу, какие купили. И брюки, видите, немножко длинноватые. Ну, чуть-чуть я сейчас буквально их подверну. Да, Ванюш? Ну-ка, подальше отойди. Так, и купила ему вот такую папку, покажи нам. Не отходи. Это специально для того, чтобы вот эти листы А4, на которых нам будут там задания, все такое, или альбом. Доча, подожди. Не помялись. То есть это не с ним он в школу будет ходить. Видите, там он какой плотный. Это ему сейчас походить, а потом, ну, можно или под документы, может Санька потом будет ходить. Саша говорит, будешь на сессию ездить с ней. Я говорю, ну, у нас же детская. Ну, короче, вот так. Сейчас посмотрим, сколько там нам надо подвернуть. Буквально, может быть, на один раз. Вот так сейчас раз и приклею вот это все. Чуть-чуть, вот видите. Мама! Оу! Вот так, короче говоря. Друзья, и вот, которые Саша покупал, Ванюша, еще одни. Они немножечко тоже еще большеватые, но на осень они будут нормально. В них можно будет доходить до школы, а в тех ходить в школе. Либо наоборот поменяем. Посмотрим. Такие вот хорошенькие. Брали в Юничель. Есть гарантия, все. Короче, на заклепочках таких. Ну, посмотрим, какие будем носить на улице, а какие в помещении. Ну, вот. Соберу все обратно. Скопка хранится. Все, ребята, сейчас будут спать, потому что уже время, видите, 10. Я сейчас Ванюшу отпущу. Ну, вот обезьянки у нас тут лазают. Вы только тише, потому что Сема все слышит там, плачет периодически. Ага, понятно. В общем, все, Ванюш, давай сейчас будем снимать. Давай сюда. Ладно, мы на этом будем, наверное, заканчивать видео, да? Все, пока-пока, до завтра всем. Пока-пока. Будет мама подшивать сейчас, ну, подклеивать. Все, пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok